В первом разделе наших занятий мы сделали обзор того, как составлена Еврейская Библия. Существует определенная схема. Пророки помогают нам путешествовать по Еврейской Библии. Они используют грамматические конструкции, а также некоторые модели в структуре своих книг. Там есть поэмы, проза. Часто они используют притчи. Все это маркеры. Поэтому пророки проводят нас в этом путешествии по этим маркерам. Все, что делаю, так это указываю на эти маркеры, что мы можем найти в иврите и на арамейском языках. Единственная причина, по которой я могу указать на эти маркеры, я читал древних раввинов, которые также указывали на них. И по благодати Божией я читал эти материалы. К сожалению, современные комментаторы не читали древних раввинов. Очень часто они пропускают суть. Поэтому добро пожаловать в это путешествие. Вчера мы завершили на том, что Иисус Навин ввел народ в землю. Он был новым семенем. Новым семенем. И он говорит, вы устоите на этой земле, если вы авад Господу. Если вы будете служить Господу, если вы будете поклоняться Ему, если вы позволите Его славе остаться в Скинии, Скиния Охэл Моэд, Скиния Встречи, где присутствует имя Бога. Но была одна проблема. Проблема в людях. Они говорили, мы не видим этого Бога. Это правда, что Он творил чудеса. Много чудес. Но мы хотим идолов, мы хотим изображения. Так скучно поклоняться Богу. Нет секса в таком поклонении. Нет никакого абсурда в таком поклонении. Мы хотим быть как остальные народы. Посмотрите на это. Они посещают свои храмы. Голливуд. Рио-де-Жанейро. И делают все это. Иисус Навин, и ты говоришь нам не делать этого? Ты просто скучен. Поэтому они не поклонялись Богу. Они не овад Богу. Они не служили Богу. И начали поклоняться всем этим идолам. Итак, идол. Это Ваал, Бог Земли. Ваал, Бог Земли. Люди шли туда и проходили через все эти сексуальные практики. Богиня Аштарет была вместе с ними. Ваал и Аштарет были сексуальные встречи. Ваал со Старты занимались сексуальными оргиями. И так же, жрецы и жрицы делали то же самое. Израилетяне начали посещать этих жрецов и жриц. Земля была осквернена. Был еще один Бог. Хороший Бог. Который также практиковал эти странные вещи. Израилетяне начали приводить своих детей. Своих перворожденных сыновей. И вместо того, чтобы отдать своих первенцев Богу, Который создал Вселенную. Который избавил от Египта. Они начали в прямом смысле приносить в жертву своих сыновей хорошему Богу. Происходило много странностей. Об этом говорит книга Судей. «Бог говорит, вы хотите делать это. Тогда вы испытаете на себе последствия». Так же и в нашей жизни, не так ли? Существует СПИД. Так же много других болезней. Почему существуют эти болезни? Из-за человеческой греховности. Когда мы не верим в Бога, принимаем участие в этих странных вещах, тогда мы испытаем последствия. Поэтому они должны были испытать последствия. «К счастью, Бог подготовил Шофатим. И, как говорится во многих переводах, они избавили их». Что говорится в португальском переводе? Судей 2, 16. Этого нет у вас. Освободи их. Освободи. На иврите это «яша». Эти люди – «яшуа» их. Затем повторяется эта фраза, которую можно найти в 17 главе 6 стихе. Глава 18 стих 1. Глава 19 стих 1. Часто говорится, в те дни не было царя, не было малых. Народ делал то, что было верно, в их глазах. Не в глазах Бога. Но они хотели делать то, что было верно в их глазах. Они практиковали странные религии. Они делали все странное. Они были счастливы. Мы, как и другие народы мира. Другие народы посмотрят на нас и не подумают, что мы странные. Видите, что они должны были испытать последствия этого, потому что Бог послал судей. Ты можешь поставить 16 слайд. Весь слайд. Потому что мы не будем рассматривать здесь все детали. В прологе первой части книги Судей сказано, что люди не Яшар, не овладели землей. Они служили Богу во дни Ехошуа, Иисуса Навина. И как только Ехошуа умер, они сказали, слава Богу, Бог умер. Теперь мы сможем делать то, что захотим. Потому они начали служить другим богам и богиням. И затем повторяется снова и снова, что они делали. они продолжали душить сами себя. Очень медленно. Но они душили и душили себя. Поэтому Бог дал 12 судей. Заметьте, прямо посередине находится этот самый главный судья. Гаффаниил, Аот, Девора, Варак, Гидеон, Авимилех, Иефай, Самсон и другие судьи. В самом центре находится Гидеон. Пример Гидеона очень важен. Потому что Гидеон встретился с Мессией. Ангел Господень приходит к нему и говорит ему, Гидеон, ты должен избавить людей. Ты должен быть Яшар. И Гидеон говорит, кто? Я? Только не я. Я небольшой человек. Посмотрите на меня, у меня даже мышц нет. Я из самого малого колена. Мой отец всегда называет меня малым парнем. Во всей Библии вы увидите, что Бог использует малых парней. Поэтому, если вы малый парень, не беспокойтесь. Если вы небольшая леди, не переживайте. Моисей был малым парнем. Давид был милашкой, но отец называл его малым парнем. А, забудьте о них. Бог сказал, что он не смотрит на внешность. Бог смотрит на внутренность. Это Гидеон, которого использует Бог. Гидеон говорит, я не могу это сделать. Можешь показать мне знамение? Как сказать знамение? Оут! Покажи мне мессианское знамение. Знамение состояло в следующем. Роса есть в одном месте, но нет в другом. И наоборот. Мессия, ангел Господень отвечает. Поэтому Гидеон идет и избавляет народ. Как он избавляет народ? Он избавляет народ, потому постоянно повторяется «Дуг Господень сошел на них». Помните Бытие 1 глава 2 стих? «Дух Божий носился над водой». Когда происходит что-то новое, когда происходит избавление, когда нужно что-то воссоздать, все это было благодаря Духу Божьему. Гидеон это главный пример. Хорошо, поэтому Гидеон это главный пример. Были и другие судьи. Судья по имени Варак. Он смог делать, потому что был другой судья по имени Девора, которая была вместе с ним. Это еще один главный пример в книге судей. Это пример, потому что вы увидите, что Бог использует женщин. Многие люди скажут, «Женщина, молчи, молчи». Такого нет в Библии. В Библии Бог использует женщин. Хочу привести еще один пример. В книге «Бытие», когда Бог создал женщину, кем Он создал ее? Хотите посмотреть на это? Хорошо, давайте немного уделим этому внимание. Глава 2, стих 18. «Нехорошо». «Нехорошо». «Нет тоф». «Ло тоф». «Ло тоф». «Ло тоф». «Ло тоф человеку быть одному. сотворю ему кого? Кого? Помощника? Что вы думаете о помощнике? Он занимается основным делом, она занимается домашними делами. Вот что вы думаете о помощнике? Обычно мы так себе представляем помощника. Особенно в Индии, откуда я родом. Мужчины похожи на этих больших больших принцев. Женщины слуги. Когда мужчины кушают, то жена ждет на кухне. Она идет и омывает его ноги после его возвращения. и целуют его ноги. А некоторые мужчины говорят, хотел бы я жить в Индии. Затем она говорит, хочешь кушать? Она дает ему еду и наблюдает за тем, как он ест. После того, как он поел, немного осталось, она идет на кухню, прячется от мужа, садится на ту маленькую кровать. это место женщины в Индии. Но такого нет здесь. По Библии женщины занимают очень важное место. Знаете почему? Потому что слово, переведенное как помощник, это слово эзер. Эзер, откуда появилось слово эздра. Библия это слово применяется только к Богу. Знаете ли вы, что во всей Библии это слово применяется только к Богу? Всякий раз, когда говорится слово «Бог», прочитайте псалмы «Бог, ты мой эзер, ты мой помощник». Это говорит Библия. «Бог поместил женщину рядом с мужчиной». «Бог поместил женщину рядом с мужчиной». Вот этот мужчина, Лукас, ты слышишь? Да, он слышит. Просто я знаю его имя, потому привожу его в пример. «Бог дал нам жен, чтобы они занимали место Бога, совесть Бога рядом с нами». Это очень важное место, не так ли? Равин Марселло может это сказать. Бог дал ему Рос-Анджело, которое занимает это место. «О, мне это нравится, 90 на 10 процентов». Бог дал мне мою жену, Сариту. Бог дал Рахил, Рахил Лукас. Бог дал Рахил Лукасу. Поэтому все наши жены занимают очень важное место. И оно очень отличается от того, которое есть в исламском обществе, индуистическом обществе, где женщины находятся в очень очень плохом положении. В книге судей такое же понимание. судья Девора. Но некоторые судьи не были такими уж и хорошими судьями, как Самсон. Если вы внимательно прочтете историю о Самсоне, Дух Божий сошел на него. Он делал великие дела. Но знаете, что там сказано? Он ходил к грешным женщинам. Ра! Ра! Они повергли его вниз. Очень трудно понять Самсона. Если ты испытал Дух Божий, то почему же ты так поступаешь? К сожалению, некоторые люди так поступают. Они идут вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Поэтому книга судей говорит, не смотри на этих людей, потому что человеческое существо терпит поражение. У меня будут неудачи. У раввина Марселла будут неудачи. Все это записывается на видео. У каждого человека будет неудача. Давид потерпел неудачу. Соломон, Моисей. Только Ишуа не потерпел неудачи. Вот почему Библия говорит, не сводите взгляда с Ишуа. Красота еврейской Библии в том, что она просто и ясно говорит, рассказывает, что делали эти люди. Вот почему это вдохновленное Богом Слово. Нет чистых. Нет святых. только Ишуа один чист и свят. Поэтому в прологе сказано, они не Яшар. Они не овладели. Если бы они только овладели людьми, то настало бы пробуждение. Это была бы абсолютно другая история. Они не приобрели людей. Они не овладели землей. В результате этого в самом конце эпилога сказано, каждый поступал так, как было правильно в их глазах. Был хаос и анархия. Затем мы продвигаемся к следующему разделу. Мы уже говорили о 12 судьях. Сделаем небольшой обзор, прежде чем мы приступим к следующему разделу. Этого нет в вашем конспекте, поэтому позвольте мне идти дальше. У вас есть текст о предыдущих пророках? В книге Иисуса Навина сказано, что Израиль овладел землей. К сожалению, они не полностью овладели людьми. Они овладели землей, но они не овладели людьми. если бы они приобрели людей, тогда бы произошло пробуждение. История была бы абсолютно другой. По всему миру люди давным-давно узнали бы о Боге, но они не сделали этого. Поэтому в книге судей есть эти длинные истории, полные неразберихи. Они овладели, а затем потеряли землю. Во время Гидеона, Самсона и время Деворы, они немного овладели землей, но затем они потеряли владение. Бог говорит, я не хочу этого перепада температур. То вы вверху, то внизу. Видели ли вы таких людей? То они вверху, то внизу. В психологии есть термин «маникальная депрессия». Вы слышали когда-нибудь такое? некоторые люди очень-очень счастливы. Утром они очень счастливы, они танцуют. А вечером они на самом дне, внизу. «Я хочу умереть». Как Илья, у него было тоже. У Ионы «О Бог, я хочу умереть, я хочу умереть». Поэтому существуют такие люди, верно, в психологии. Но тоже происходит и в духовной жизни. Они вверху, внизу, вверху, внизу, вверху, внизу. Равин Марселло скажет «Ты не можешь быть лидером. стабильным. Ты не можешь постоянно подниматься вверх и падать вниз». В книге Судьи сказано «Потому что они не служили Богу», то они были то вверху, то внизу. Это плохо. Затем мы подошли к Первой Царств. В Первой Царств Бог предлагает им избрать пророка, стабильного пророка, который не взлетает вверх и не падает вниз. И Самуил их ведет. Но затем народ захотел царя. Во времена судей у них не было царя. Идея о царе хорошая идея. Это неплохо. проблема находится в формулировке предложения, которое звучит так. Хотим царя, как у других народов мира. Что это значит? Цари народов мира вообще не были человеческими существами. Цари народов мира были богами, которым народы поклонялись. Как в Египте. Какая там была проблема? В Египте фараон был богом. фараон. Когда Бог произвел 10 казней, то Он не шутил с ними. Каждый из этих казней имел отношение к богам и богиням, которым поклонялись египтяне. Последней властью над богами и богинями был фараон. в соответствии с египетской религией. Фараон произошел от бога Нила. Фараон произошел от бога Солнца и Луны. Поэтому люди поклонялись ему. Бог говорит, что последней казнью станет смерть первенца фараона. В этом случае бог не был жестким. Первенец фараона был вторым после фараона, которому поклонялись люди. Поэтому люди пришли к Самуилу и сказали мы хотим царя. так же как и другие народы мы не хотим этого бога. Мы хотим богов, как и у других народов. Видите, в чем суть? Самуил говорит им, в вашем требовании есть проблема. Та же проблема, которая произошла во времена судей. я дам вам царя. Только он не будет таким, как боги и богини других народов. Он будет семенем Бога. Он будет предшественником Мессии. Но вы не будете ему поклоняться. Мы подошли к середине этого текста. И мы сфокусируемся на этом. Это мессианское пророчество о семени. Во второй книге Царств 7 главе мы поговорим об этом. Вторая царств. Когда Давид стал царем, Давид делает поразительные вещи и некоторые плохие дела. Потому Бог говорит ему, ты не построишь мне храм. Храм это сердце земли. Это верно, что вы семя, но храм свят. и ты не можешь построить этот святой храм. Поэтому Бог избирает Соломона и б штрих Соломон строит храм. Но у Соломона также были проблемы. Какова его проблема? Он хотел быть как цари остальных народов, которые сами были богами. у них было множество женщин в гаремах. Они приводили разных принцесс и других женщин в свои гаремы. А те приносили с собой других богов и богинь. Соломон говорит, я хочу быть как они. поэтому сразу же очень быстро начало все ухудшаться. Было время, когда люди пришли к Соломону и сказали ему, ты будешь хорошо к нам относиться? А он ответил, нет, нет, я буду обращаться с вами как с рабами, как другие цари. Поэтому он относился к ним как к рабам. У Соломона был сын по имени Раваам. Народ приходит к Равааму и говорил, Соломон относился к нам как к рабам. Можешь ли ты относиться к нам лучше? Равааму и Соломон забыли, что израиль в Египте был рабом. Раваам и Соломон забыли, что Израиль в Египте был рабом. И Бог избавил их от рабства. Раваам говорит, советникам своего отца. Они зрелые люди. Раваам спрашивает их, что мне делать? Они говорят, мы помним твоего отца Соломона. Он поступал неверно. Моисей с ним не согласился бы. Давид не согласился бы с ним. Освободи этих людей. Раваам говорит, вы старики, вы не понимаете молодежь. Поэтому он идет к своим друзьям и говорит им, вы мои новые советники. Как вы думаете, что мне следует делать? Они отвечают, иди скажи этим людям, видите мой мизинец? Мой мизинец толще бедра моего отца. если он сделал вас рабами и дал вам столько работы, то я дам вам столько работы. Конечно же, это привело к расколу Израиля на два царства. Северное царство. Десять колен отошли к Северному царству. И только два колена остались в Южном царстве. Потому что Раваам был жестоким. Он был эгоистичным. Я думаю, что мы можем извлечь важный урок для себя. В Америке существуют молодежные церкви. только молодежь. 500 тысяч человек. Иногда 2500 и 5000 человек. Только молодежь. У них множество проблем. Знаете, какая их основная проблема? Там только одна молодежь. Там нет мудрости, которая приходит с возрастом. Такая же проблема была у Раваама. Он не хотел прислушаться к мудрым людям, но хотел слушать своих приятелей. Второе царство, четвертое царство, это история борьбы между северным и южным царством. Бог поднял пророков, которые обращались к этим пророкам, но цари не хотели слушаться пророков и постепенно они начинают утрачивать землю. Бог наконец посылает Новохудоносора. Новохудоносор назван Мой Мессия. царь говорит, этот Новохудоносор. Пророки также говорили, как это может быть Господь? Как ты можешь использовать Вавилонского царя? Он язычник. Как ты можешь называть его Мой Помазанник? Но Бог все же использовал Новохудоносора чтобы принести кончину семени в земле. В течение 70 лет они находились в изгнании. Вот это основная структура пророков прошлого. Я рассматривал детали этого слайда и хотел бы сделать ссылку только на верхнюю часть. Остальные книги, которые мы будем сейчас изучать, имеют отношение к двум вещам. Мотивы смерти и воскресения. Бог медленно говорит людям «Не делайте ра, не делайте ра, не делайте ра». Но они отвергнули свои уши и говорили «Ра приносит удовольствие, это замечательно». «Это приятно на вкус, так же, как и тесто, в котором есть дрожжи. Знаете, что во время Пейсаха мы отмечаем праздник пресноков. Многие люди говорят, что дрожжи подымают хлеб. Так обычно учат. На иврите «хэмер» хэмер не способствуют поднятию текста. Он способствует появлению кислоты. Хлеб, который пекут в результате этого процесса очень приятен на вкус. Идея в том, что часто зло может быть очень приятным на вкус. На поверхности оно приятно на вкус. Но оно ведет вас к разрушению. Вот история праздника пресноков. Не позвольте хэмер войти в ваше тесто. Хэмер хэмер это различные варианты. Не позвольте этому войти в тесто, потому что оно приятно на вкус, но станет причиной твоей постепенной смерти. Поэтому истории в книгах царств, истории Исаии и Иеремии посвящены всему этому процессу. Не позвольте хэмер войти ваше тесто. Вы умрете, вы умрете, вы умрете, и они умерли. Замечательно то, что после этого есть еще одна история. Наш Бог Бог благодати. Есть послание о воскресении, в котором говорится, да, вы все испортили, вы мертвы, вы должны встретиться с последствиями ваших действий. Но настанет время, когда семя воскреснет, потому что придет Мессия и воскресит семя. Это история книг царств. Я не буду рассматривать весь этот материал на этом слайде, но сфокусируйте свое внимание на сути, когда Бог заключил завет с Давидом, что можно увидеть на следующем слайде. Существует семь аспектов завета Бога с Давидом. Если вы откроете свои Библии на 2-й царств 7-й главе, вы найдете семь аспектов. Бог пришел к Давиду и обращается к нему через пророка Нафана. Заметьте еще один факт. царь поступали верно в глазах Бога, всегда был пророк, который стоял рядом с ними. Когда цари грешили, грешили, они ненавидели божьих пророков. Не хотели иметь ничего общего с божьими пророками. Еремия заключен в тюрьму. Но мудрый царь всегда слушал голос пророка. Это также относится к мессианской общине. Бог дает пророков, которые знают голос Бога, знают Тору и ходят в соответствии с Торой. Часто они указывают своим пальцем и говорят, «Ты, ты сделал это». Мудрый человек прислушивается к этому. Глупый человек скажет «А, буду делать все, что захочу». Хорошо, что Давид послушал Нафана. Даже согрешил против Версавии. Нафан пришел и рассказал ему притчу. Давид говорит «Да, ты прав, я согрешил, очень согрешил. Я сильно согрешил и готов понести последствия своего греха». Это мудрый человек. Поэтому Нафан пришел к Давиду и дает 7 аспект завета Давида с Богом. Первый аспект Второй царств 7 глава 9 стих. Бог говорит Давиду «Я сделаю твое имя каким? Я сделаю твое шем великим. То же обетование, которое было дано в завете с Авраамом. Давид, тебе не обязательно становиться царем. И я помещу свой шем на тебя». Второй аспект «Я устрою место». Маком. Хакамаком. Хакамаком. Это место, где был поселен Авраам. Третий аспект «Я дам тебе покой». Слово «покой» звучит как «нуах», от которого происходит имя «Ной». Поэтому Бог дает ему «нуах». четвертый аспект «Я восставлю после тебя семя». Видите эти четыре аспекта в этих четырех обетованиях? «Восстановлю семя», которое придет попозже, но семя придет. Пятый аспект «Дэвид семя Давида построит дом имени Бога». Это Соломон? Да, это Соломон, но не только один Соломон. Помните эти два аспекта? Божьи пророчества всегда исполняются в этом отношении. уже и не совсем. Это Божье семя. Нет, 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 это образ Божьего семени, которое придет в будущем, во времена Авраама. Бог дал Исаака, который был семенем Авраама. Бог говорит Аврааму, нет, 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 будет еще одно семя. Твое семя почти умерло в 22 главе книги Бытие, но это семя умрет на самом деле. Тоже происходит здесь. Семя Давида построит Дом Божий. И Соломон построил красивый Дом Богу. Но знаете, что в этом есть проблема? Соломон сначала построил себе Дом, а только потом построил Дом Богу. Ему понадобилось 14 лет, чтобы построить свой дом и только семь лет, чтобы построить Божий дом. Видите его систему приоритетов? Поэтому Бог говорит, это не основной дом. Будет другой дом, чтобы обетование исполнилось, но еще не совсем. Уже и не совсем. Эту тему можно найти во всей Библии. И Ишуа приходит в Новом Завете и исполняет все пророчества уже и не совсем. Он умирает за наши грехи, исполняет все те пророчества. Все еще остается пророчество о наступлении полноценного Царства Божьего. И это относится к будущему. Поэтому когда еврейские раввины разговаривают со мной, я говорю им, что концепция уже и не совсем находится во всей Библии. Почему вы не видите этого в Брит-Хадаша? Уже и не совсем. Это все еще относится к будущему. И это вы также увидите в этих семи аспектах. Я буду Ему отцом. И он будет мне сыном. Соломон был сыном Давида. С одной стороны, был сыном Бога. Но это не картина. В будущем будет еще одно семя. Семя, которое будет Богом. Сын Бога, рожденный от начала. Седьмой аспект. Его царство будет непоколебимо. Царствование Соломона было неудачным. Царство разделилось на части. Но это семя придет в будущем. И его царство будет вечным. Поэтому этот завет называется заветом Давида, который состоит из четырех аспектов. тоже назван Тора для человечества. Также он назван Тора для человечества. Пусть это будет Тора для человечества. Адонай. Это царство. Обетование Бога, которое воплотится в будущем. Соломон приходит. Он строит храм. Я уже говорил об этом, не буду углубляться в детали. Структура храма Соломона похожа на структуру Скинии, а структура последней как структура Эдемского сада. Храм как Эдемский сад, а Эдемский сад как Скиния. Скиния как Ноев Ковчег. Поэтому вы увидите все эти аспекты. Это картины. Эдемский сад, Ноев Ковчег, Скиния, храм. Они все составляют сущность земли. И когда приходит Ишуа, Он говорит, Я храм. Он живой храм. И Он говорит людям, разрушьте храм, и Я восстановлю его за три дня. Они убили Ишуа, так же, как был разрушен Эдемский сад, Скиния, и храм. Но этот храм после трех дней смерти возвратился к жизни. Поэтому это сущность истории книги царств. Сейчас я хотел бы перейти к структуре третьей, четвертой книги царств. Следующий, первая, вторая, царств. Бог дал им царя, Давида. Давид родил Соломона от Версавии. Я хотел бы сделать небольшое отступление. Версавия. Если вы посмотрите на хронологию Нового Завета, откройте Евангелие от Матфея со мной. Матитьяху, первая глава, начинается словами. Родословная Иешуа Хамашеха, сына Давида, сына Авраама. Это семя. Он сын Давида. И он сын Авраама. И затем Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, и так далее, и тому подобное. Знаете ли вы, что там есть упоминание о пяти женщинах? Заметьте, в частности, об этих женщинах. В третьем стихе это Фомарь. В пятом стихе Рахав. Также Руфь. И в 6 жена Урии. Ее имя даже не упоминается. Даже Библия говорит, Давид, она даже не твоя жена. В шестом стихе сказано, Давид, царь, родил Соломона. Даже не от своей жены. Урия был мертв. Давид убил его. и женился на Версавии. Библия говорит, она все равно не твоя жена. Она жена Урии. Упоминание об этих женщинах. Что именно можно узнать об этих женщинах? кроме одной, у которой был плохой знак на голове. Здесь не буду углубляться в детали. Просто хотел бы показать вам небольшую картину. К Фомаре относились как к проститутке. Рахав была названа проституткой. Руф принадлежала плохому народу, муавитянам. И Версавия была хитиянкой. Они не были еврейками. Все они были из языческих народов. красота Библии в том, что семя родится как от евреев, так и от язычников. Вот почему Библия упоминает их имена. Евреи и язычники. Сын Давида, сын Авраама. И так поэтому от Версавии родился Соломон. Там проходит одна линия. Давайте возвращаемся к нашему слайду. Слайд по книге царств. В первом разделе А говорится о вопросе законного семени. Дэвид все испортил. И у него было много сыновей. Также у него была дочь Фомарь. И один из его сыновей переспал с ней. Думаете, что Давид пошел и наказал его. Он так поступил? Нет, он просто смотрел в другом направлении. Он не был очень хорошим отцом. Его семья была разрушена. извините, что я унижаю Давида, но не я это делаю, а Библия. Он был хорошим человеком, смиренным мужем. Он не убил Саула, хотя у него было так много возможностей. после смерти Саула Давид плакал. Он горько плакал. Он посыпал себя пеплом. Поэтому сердце Давида было хорошее, но все же он не был идеальным. Он испортился, и из-за этого все остальное испортилось. Версавия пришла к нему, и снова благодаря увещеваниям пророка Нафана она сказала Давиду, помнишь обетование Бога? Обещание Бога воплотиться в Соломоне. Пункт Б Царство Соломона он строит храм, храм, вносит бронзовые и золотые принадлежности в храм. Храм строят неевреи, язычники строят храм, но Дух Божий сходит на них. Видите, насколько это удивительно? Потому что Бог постоянно смотрит будущее, мессианского царства когда язычники и евреи станут частью этого мессианского царства. Поэтому Бог наполняет их своим духом, вносят бронзовые и золотые принадлежности. Он строит храм имени Господа. 2 Царств 5 глава 5 стих. К сожалению, Библия говорит, что Соломон делал ра. Он является семенем? Да, он семя. Он сын Давида. Конечно, является семенем, но он все же не настоящее семя. поэтому мы видим, что из-за абсурда Соломона царство разделилось на северное и южное. Иераваам становится правителем северного царства. Что же он делает? Он делает то же, что произошло в книге Судей. Он приносит всех этих богов и боги. В результате этого первые семь царей Северного царства Израиля делали что? что? Они делали ра в глаза Господа один за другим, один за другим. Поэтому было так много царств, много династий. Основная разница между северным и южным царством состоит в следующем. Все цари северного царства делали ра. В результате этого возникло множество династий. Но это не одна продолжительная династия. В то же время, как на юге была одна династия. Вот почему мы говорим об Ишуа. Он продукт царей Южного Царства, царей в Иерусалиме. Некоторые из них поступали праведно в глазах Бога. Если вы посмотрите на Си штрих, где я перечислил семь царей, это есть на ваших слайдах? Возможно, нет. Хорошо, мы поговорим о семи царях Иуды. Библия говорит, что они делали угодное приточами Господа. Заметьте, что они не делали тов в глазах Бога. Они делают в глазах они делали угодное приточами Господа. Яшар. Заметили разницу? Очень важную разницу. Они делали угодное приточами Господа, не тов. Нет никого, кто бы делал угодное приточами Господа. только Ишуа делает тов. Но по крайней мере они делали угодное. Поэтому запишите эти имена. Ишуа 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 угодное в очах Господа. В 4-й царств 15-й главе 11-м стихе. Ишуа 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 Иосафат делал угодное в глазах Господа. И это в 4-м царств 12-й 2-й И это в 4-м царств 12-й 2-й Не надо открывать эти места, просто запишите ссылки. Затем Азария. Делает угодное в очах Господа. Как его отец Давид. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В средневековые времена был один епископ. Его звали епископ Ашер. Епископ из Англии. Он написал комментарий к Библии. Он написал комментарий к Библии. Он начал исчисление возраста земли. Как в Библии сказано, что этот человек отец этого, а тот отец следующего. Он дал 40 лет на одно поколение, 40 лет на другое. И он исчислил. сказал, что земля была создана в 4004 б.C. И на основе этих исчислений он сказал, что земля была создана в 4004 году до нашей эры. Он был прав? Он был неправ. Мы знаем, что земля не была создана в 4004 году до нашей эры. Бог создал землю много-много-много-много-много лет до того. Мы не знаем, сколько лет назад, но задолго до тех событий. В Библии нет упоминания об этом. Неверно исчислять возраст земли таким образом. Вот причина, когда Библия говорит, что этот человек сын того человека, то часто так и есть на самом деле. Например, Исаак сын Авраама, Исаак сын Исаака. «Библия» Но были периоды с огромным временным разрывом, разрывом в сотни лет. «Библия» Когда говорится, что этот человек сын того человека, то это значит, что он следующий значительный представитель своей родословной. «Библия» епископ сказал, что в 4004 году до нашей эры, таким образом он совершал огромную ошибку, очень-очень огромную ошибку, и все ученые говорят, «Так говорит Библия». Библия этого не говорит. Это говорил епископ Ашер. Поэтому мы должны быть осторожными. Давайте возвращаемся к нашему слайду. Мы видим этих царей. Это прямая линия. И Иосифат, который делал угодное в очах Господа. вы должны помочь Матеусу, потому что эти имена довольно-таки странные. Ахаз в 16 главе стих 2, 4 царь 16, 2. Езекия 18, 3 стихе Иосия 22, 2 стихе Поэтому мы видим 7 царей, которые поступают праведно. Но в Северном царстве так много царей, которые делают зло. из-за этого Северное царство попадает под владычество Ассирии в 722 году до нашей эры. Очень важно запомнить эту дату. Северное царство попало под владычество Ассирии в 722 году до нашей эры. пророки Северного царства постоянно говорили им «Не делайте ра, не делайте ра, не делайте ра, семя будет истреблено из-за вас, земля распадется, имя Бога уже исчезло, не делайте ра». Но они все-таки не слушали пророков. И в 722 году до нашей эры Северное царство пало. Такие пророки как Исаия и Михей, которые идут к царям Южного царства и говорят «Не делайте ра, не делайте ра». Некоторые из них делали Яшар, как Езекия, Иосифат, Иосифат, Иосифа, который стал ребенком. Но Бог проговорил к нему. И когда он повзрослел, он сказал «Я хочу это узнать. Очистите храм». Поэтому они начали очищать храм. и после очищения храма они сказали «Вуаля! Посмотрите, что мы нашли! Мы нашли Тору! Тора была утеряна! Люди делали то, что хотели! Он предложил читать Тору, а после он говорит «Мы не поступаем так! это Слово Бога! Но мы не исполняем его! Поэтому он провел множество реформ. Так же, как во времена судей, когда жили праведные цари, то все было хорошо. И после их смерти все тоже было в порядке. Поэтому в конце концов Южное царство также пало. И это мы можем найти в остальной книге Четвертой царств. Храм разрушен. Новоходоносор забрал золотые и бронзовые принадлежности, которые были внесены в храм Соломона. потомок Давида находятся в изгнании. Семя попадает в изгнание. Вы открываете конец Четвертой книги царств. Самый конец Четвертой царств. Очень красивый. Поэтому откройте вместе со мной 25-ю главу. Последнюю главу. Здесь сказано начиная с 27-го стиха. В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского в 12-й месяц в 27-й день месяца Эвил Меродах царь Вавилонский в год своего воцарения вывел Иехонию царя Иудейского из дома темничного. Вот какое семя осталось. Если бы Бог не дал в сердце желание вавилонскому царю, то не было бы Ишуа. Семя выжило. В изгнании вавилоне уже не было царей, но по крайней мере был остаток, чтобы в будущем пришло семя. Вот каким образом завершаются исторические пророки. Помните, я говорил вам, что это просто обзор. Я бы хотел углубиться в детали. Именно посредине находится история об Иллии и Елисеи. Очень красивая история. Давайте хоть немного прочитаем эту историю. Иллия и Елисей идут в пустыню. Вот это нечестивая царица по имени Иезавель. И говорит ее мужу по имени Ахав не будет никакого дождя, если только я не скажу слово, слово пророка. И дождя не было. Бог поведет для Иллия как сделал Бог. Помните, он пошел на гору Кармил, где были пророки, жрецы и жрецы Ваала и Аштерот и как Бог одержал победу. Помните эту историю? Иезавель говорит, я знаю твой адрес. Твой Бог победил этих жрецов и жриц. Но я знаю твой адрес. И Илья начал трястись. Он говорит, ой-ой-ой, что же со мной будет? И он убегает прочь. Бог говорит ему, Илья, что ты делаешь? Ты был таким смелым пред всеми теми людьми, и было сотни, и ты убегаешь от этой женщины. Илья говорит, только я один остался, только я один. Бог говорит, какой абсурд. У меня там сотни и сотни людей, которые не бомбили к всем и бог и и которые не поклонили всем этим жрецам и их божествам. Не делай этого. Среди поешь. Поэтому он поел и обретает силу и бежит в марафоне снова. Сорок дней и сорок ночей он бежит и бежит. Можете себе это представить? Наверное, он был очень хорошим бегуном. сколько времени понадобилось народу, чтобы от Синайской горы прийти в землю израильскую? Сорок лет. Знаете ли вы, что он прошел это расстояние за сорок дней? Это удивительно. С севера Израиля Он бежит и бежит. Затем он поднимается на гору Синай. Так же, как и Моисей поднялся туда. Он идет в пустыню, где он находился в присутствии Бога. Он возвращается и разделяет реку Иордан. Так же, как Моисей или Иисус Навин. И И И И И И И И Затем Елисей говорит И И Илия говорит Елисею, если ты увидишь, что я восхожу на небеса, тогда то, что ты попросишь исполнится. Дух Божий сойдет на тебя. И он видит, что Илья вознесся. Илья вознесся в огненных колесницах. Но мантия Ильи падает на Елисея. И Елисей говорит, где Бог Ильи? После этих слов Елисей уходит. Он берет мантию, ударяет по воде, и она разделяется. Знаете, в чем была разница? Елисей последовал за Богом Ильи. Цари не последовали за Богом Ильи. Они не последовали за словами пророков. Вот почему эти книги в Еврейской Библии не называются историческими книгами. Это пророческие книги. В самом конце книги вы читаете, «Слова Бога, перед пришествием Мессии придет Ильяху. Тот, кто был вознесен, придет, чтобы приготовить путь для Мессии». Вот каким образом завершаются книги исторических пророков. Давайте теперь перейдем к классическим пророкам. Классические пророки очень удивительны. Мы узнали об исторических пророках. Мы говорили о Бесусе Навине, судьях, книгах царств. Это четыре книги исторических пророков. Это Хайлс-Хешехта. История взаимоотношений Бога с людьми. К сожалению, люди не слушали голос пророков или Ю, Елисея. Но затем Бог послал классических пророков, которые проповедовали в поэмах. Ешаяху, Ермияху, Езикиль. Также двенадцать пророков, которые сформировали книгу Двенадцати. Вот очень интересное разделение среди пророков. Каждый из них освящал каждую из этих первостепенных тем. Тема Семени, тема Земли и тема имени Бога. Каждый из пророков уделял внимание какой-то одной теме. Поэтому, когда мы читаем книгу пророка Исаии, который уделял внимание теме Семя, пророк Еремия фокусируется на теме земли израильской. И Езикиль фокусируется на теме имени Бога в храме. Затем, книга Двенадцати. В книге Двенадцати они сделали этот трюк. «Когда Рэбби Марселло вез нас, то один маленький мальчик стоял перед машиной и жонглировал. Это же делает книга Двенадцати. Семя, земля, имя. И если вы невнимательны, то вы будете делать так, так, так. Но они помогают вам сосредоточиться на семени, земле и имени. И мы увидим, почему они так делали. Во-вторых, что я бы хотел сделать, мы должны понять контекст пророков. Пророческие книги это часть Торы или Танаха. Часто люди неправильно толкуют пророческие книги. Иногда по причине неправильного понимания языка они не понимают язык. Книги написаны на иврите. Люди не понимают грамматику. И если они не понимают грамматику, то они неправильно толкуют. Например, когда я шучу. Когда я впервые попал в Америку, люди шутили. И они использовали идиомы. И я смотрел на них серьезными глазами и говорил, да, да. Существуют параллели. В еврейских пророчествах используют параллели. Пророки скажут что-то в первой строке, а во второй строке они усиливают это пророчество. Иногда они отрицают первую строку. Поэтому важно понять грамматику. Во-вторых, что важно понять, это исторический фон. Исторический фон очень важен. Например, я даю эти лекции. в контексте города Белу-Оризонте в Бразилии. И пытаюсь общаться с вами. Когда это будет переведено на другой язык, для другой группы людей, то они должны понять, что я обращался к определенной аудитории. Поэтому, если эти иллюстрации неправильно используют для другой аудитории, то это неверно. мы хотим понять, что же происходило во времена Исаии. Где жил Исаия? Исаия жил в Северном Царстве? Или же в Южном Царстве? Если так, то что же происходило в Северном Царстве? И что в Южном Царстве? Если Исаия жил на юге, а это так и было, а мы применяем его пророчество к Северному Царству, тогда мы глубоко ошибаемся. Мы должны понимать более широкую картину истории. Какие события происходили в остальном мире? Какие цари были в Ассирии? Сирии? Египта? Какая империя была самой главной в то время? Почему это важно знать? Это важно знать, потому что некоторые цари позволяли евреям жить еврейской жизнью. Как цари времен Даниила. Некоторые цари хотели его убить. А некоторые царей говорили, я также хочу поклоняться твоему Богу. Также мы хотим понять географию. Географическое расположение времен Исаии очень важно. Почему это важно? например, книга Ионы. Я бы хотел привести пример из книги Ионы. Возможно, у меня будет возможность проповедовать на эту тему. Но сперва приведу один пример. В первой главе Ионы говорится, Иона спустился. Иона спустился. Слово на иврите звучит как Ярад, Ярад, Ярад. Он спускается, спускается, спускается. Если люди не знают географию, то они не поймут, что же здесь происходило. Во-первых, вам необходимо понять язык, грамматику, так же, как и географию. Слово Ярад тоже слово, от которого происходит название реки. Ярдан, который течет вниз, а начинается на высотах Голана. Начинается от Галилейского моря и течет вниз. В книге Ионы не упоминается обо всем этом, но мы должны понимать географию. Где заканчивается Ярдан? У мертвого моря. Почему море названо мертвым? Потому что в нем нет никакой жизни. Оно мертво. Если вы не умеете плавать, и поедете в Рио-де-Жанейро, и вы боитесь воды, вы не умеете плавать. В мертвом море у вас не возникает никаких проблем. Вы прыгаете в мертвое море, таким же образом вы выпрыгиваете. И вы говорите, «Вау, я великий пловец!» После мертвого моря не пытайтесь сделать то же в Атлантическом океане. Это не сработает. Вы должны знать, что Мертвое море самое низкое место на планете. 451 метр ниже уровня моря. Самая низкая точка на Земле. Если вы не понимаете географию, то вы не поймете книгу Ионы. Также вы должны понять, к кому Иона обращался в начале. Пророчество Ионы сведено в одной книге. Кто-то другой скомпоновал ее, так и учения Моисея. Моисей не говорил о своей смерти. Пророк, живший после него, рассказал о его смерти. Вы должны понять, почему более поздние пророки говорили о смерти Моисея. Многие говорят, что это был Иисус Навин, может быть, Самуил. Почему они записали это? В этом была цель, чтобы написать книги именно таким образом. Поэтому вы должны понять порядок составления канона Библии. А теперь давайте возвратимся к пророкам. Мы должны понимать их исторически, что пророки говорили в период трех основных кризисов. были пророки до изгнания, которые предсказывали падение, Исайя, Илья, Илья, Елисей, Еремия. Исайя говорил о падении. После падения Северного Царства были пророки, которые говорили о падении Южного Царства. Исайя, Исайя, Амос, Осия и Михей. Эти пророки говорили о падении Южного Царства. Не делайте этого, иначе Царство падет. Земля будет уничтожена. Семя будет уничтожено. Там больше не будет Божьего имени. Они не послушали. И в 587 году до нашей эры Иерусалим пал. Затем пришло время пророков периода изгнания. Пророки до изгнания отличаются от пророков периода изгнания. Чем же они отличаются? У кого из вас есть дети? Если ваш ребенок делает что-то неправильно, и вы говорите ему «Не делай этого, не делай этого, не делай этого, а то попадешь в неприятности, у тебя будет много проблем». Ребенок не слушает вас. «Эй, старик, ты не понимаешь жизнь молодежи. Я буду делать то, что захочу». Сын или дочь делают то, что они хотят. Они попадают в неприятности. Может быть, дочь забеременела или заболела с ПИДом. Все что угодно. Что будет делать хороший родитель? Скажет ли он, «Я же говорил тебе, я говорил тебе, я говорил тебе». Нет. Хороший родитель скажет, «Да, я тебе говорил, и ты не слушал меня. Теперь у тебя проблемы. Я хочу быть рядом с тобой в твоих неприятностях». Вот что делают пророки периода изгнания. Пророки периода изгнания говорят, «Вы не слушались прежних пророков». Поэтому Еремия плачет. Его называют «рыдающим пророком». Знаете, что поплакать – это неплохо. В американском обществе мальчикам говорят, «Не плачь». Не знаю общества в Бразилии. То же самое? Это очень плохо, очень плохо. Тогда у вас много психологически расстроенных мужчин. Потому что вы не можете проявлять свои эмоции. Слезы, печаль и радость. Весь спектр эмоций. И вы видите, как горько плачут все эти пророки. Наум, Авваку, Иеремия, Авгий, Иезекиил, и Иона – пророки периода изгнания. Бог дает им особое послание страдающим людям. Также существуют пророки после периода изгнания, которые были после 538 года до нашей эры. К одному персидскому царю, Сириусу, обращается Бог. Может ли Бог говорить к языческим царям? Конечно. Он суверенный Бог. Он может обращаться к кому угодно. Бог обращается к Сириусу и говорит «Отпусти мой народ, мое семя обратно в Иерусалим, чтобы они возродили страну». Они возвращаются и находят группу оставшихся там людей. и смотрят на них презренно. Это были самаритяне. У них не было другого выбора, как жениться на язычниках. Это их заставил сделать ассирийский царь. Были смешанные браки. А эти сказали «У нас чистая кровь». «У вас смешанный брак». «Вы ниже нас». Возникло социальное напряжение, экономическое и религиозное напряжение между этими группами людей. Поэтому существовали пророки после периода изгнания, которые должны были разобраться с этой ситуацией. Они смотрели в будущее и говорили «Разве вы не знаете, что в один день Бог сотворит удивительные вещи?» Придет семя. Храм в будущем будет восстановлен. Этот будущий храм придет через человека по имени Саамах. Ветвь придет и распространится по всей Вселенной. Эта ветвь восстановит новый храм. Люди из Египта и Сирии и со всего мира придут на праздник Кущи и они поклонятся Господу. Поэтому не боритесь друг с другом. Но видите ли, люди продолжали бороться друг с другом. Во времена Ишуа было то же самое. Ишуа идет и встречает женщину у колодца. Кто она такая? Она самарянка. Это ее проблема? Нет, это историческая проблема. Из-за нечестивых поступков этих царей она принадлежала смешанной группе людей. Что Ишуа сделал? Он сделал то же, о чем его просили пророки. Он достигает ее. Я знаю, что тебе больно. Это не твоя ошибка. Это общество сделало с тобой. Позволь мне предложить тебе спасение. Поэтому существовали пророки периода после изгнания. Пророк Агей. Пророк Захария. Пророк Иоиль. И, наконец, пророк Малахия. Это пророки после периода изгнания. Поэтому мы не поймем пророчества без понимания исторического контекста. Я хотел бы немного отойти в сторону. Знаете ли вы, что принудительные браки бывают даже в наши дни? Мне нравится бразильское общество, потому что в нем нет разделений. Это один народ. Нет отличий по цвету, расе. Они все вместе. Не так в Америке. Там есть белые и черные. Черные люди очень бедные. Потому что они были рабами. В России. Или в Китае абсолютно другая ситуация. Сталин заставлял людей жениться друг на друге. Почему он это делал? Чтобы обрести контроль. То же происходит в Китае. Принудительные браки между восточными и западными китайцами. Поэтому мы должны понимать социальную ситуацию, чтобы понять этих пророков. Также мы должны понимать, что пророки говорили о духовной ситуации. Вы следите за мной? Грамматика. Понимание идиом. Понимание истории. Так же понимание структуры пророческих книг. Что он пытается сказать? Например, если вы прочтете книгу Исаии, которая разделена на три части, как я уже говорил. Первые тридцать девять глав говорят о смерти и погребении. Не делайте зла, иначе вы умрете, вы умрете, вы умрете. Они не послушались. Поэтому в конце тридцать девятой главы они уже мертвы и уведены в плен. Они погребены. Следующая часть, главы сороковая по пятьдесят пятую. Где есть описание слуги Господа. На иврите это звучит как Эвет Адонай. Тема Эвет Адонай очень обширная тема интерпретации. Если вы поговорите со многими еврейскими учеными, то они скажут, что Эвет Адонай это не один человек, а весь еврейский народ. И это правда. Мы должны это понимать. Но это и то, и другое. Это относится ко всему еврейскому народу семени. Но есть также один, кто представляет весь еврейский народ. Это семя Мессии. Он придет. Вы мертвы. Но Он умрет за вас. Поэтому сороковые по пятьдесят пятые главы говорят о смерти Мессии. Давайте прочтем, а затем, вероятно, мы возвратимся к этому. Исайя 49 глава. Одна из песней слуги. Например, первый стих. Глава 49. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева. От утробы Матери Моей называл имя Мое. И соделал уста Мои, как острый меч. Тенью руки Своей покрывал Меня. И содел Меня стрелою изостренную. В колчане Своем хранил Меня. И сказал мне, «Ты раб мой». «Авди Ата». «Ты раб мой, Израиль. В тебе я прославлюсь». Вы читаете эту поэму, видите, что это один человек, так же, как и весь народ. Это очень по-еврейски. Концепция, когда царь является представителем всего народа. И весь народ представляет царя. Все представляют одного человека. И один человек является представителем всего народа. Нет никакой разницы. Когда один человек согрешает в книге Иисуса Навина, то не только он один наказан. Все люди вокруг него так же получают наказание. Поэтому корпоративное и индивидуальное в иудаизме – одно и то же. Это понятно? Те из вас, кто празднуют праздники Господни, знают о Дне Йом-Кипур. На Йом-Кипур мы молимся молитвой покаяния. Это корпоративные молитвы покаяния. Мы согрешили против Тебя, Господь. Мы согрешили против Тебя. Иногда вы говорите, «Я не делал этого, я не делал того». Но как часть всего тела вы все-таки сделали это. Мы сделали это. Мы одно. Это также концепция тела Ишуа. Поэтому там находятся четыре песни-слуги. Где вы можете найти весь процесс, когда индивидуально один слуга и все тело соединено вместе. Позвольте мне привести еще один пример. Евангелие от Матфея. Когда вы читаете Новый Завет с такой перспективой, то это представляет перед вами под абсолютно новым углом. Если вы читаете о жизни Ишуа в первой главе, вплоть до последней главы, где жизнь Ишуа изображена как пророческая история из Ветхого Завета, может, когда-то я смогу вам предложить мой курс Евангелия от Матфея. И показать вам в деталях, как это все описано. Но сейчас позвольте мне привести пару примеров. Во-первых, Ишуа идет к Иоанну Крестителю. Он крещен. И Иоанн Креститель говорит, «Нет, нет, 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 не иди ко мне». «Я не должен крестить тебя, но ты должен крестить меня». Ишуа говорит, «Я должен это сделать, потому что я семя. Я должен сделать то же, что сделало все семя, так же, как они были крещены в Черном море, и в Ордане. Поэтому я так же должен пройти через это». Корпоративное семя, одно семя. Что произошло после этого? Он идет в пустыню. «Как долго он находится в пустыне?» «40 дней и 40 ночей». «Они должны были быть в пустыне только 40 дней и 40 ночей». «И поскольку они не верили в Бога, и ослушались Бога, то этот период перерос в период длиной в 40 лет. Ишуа был в пустыне 40 дней и 40 ночей. В это время к нему приступил искуситель и предложил три искушения. Если вы очень внимательно посмотрите на эти три искушения, то увидите, что такие же искушения были у Израиля в пустыне. Единственная разница только в том, что семя в пустыне не смогло пройти это испытание, а это семя было победителем. Вот каким образом Евангелие от Матфея показывает жизнь Ишуа. Это всего лишь несколько примеров. Все Евангелие от Матфея наполнено этим, как и Евангелие от Марка и Луки. Вот каким образом вы читаете, вы читаете Новый Завет с еврейской точки зрения. Но это очень по-другому, не так ли? Все же Новый Завет предполагает это. Поэтому давайте сейчас возвратимся к книге Исаии. Семя. Это Мессия, который умирает за грехи народа. В финале песни «Слуги», что можно найти в 52 главе книги Исаии, стихе 13-го. «От раб мой, авди, авди, мой раб, будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен, паче всякого человека лих его». В самом начале мы говорим об Ишуа, о воскресении семени, прежде чем говорится о смерти семени. «Поэтому очевидно для каждого, песня «Слуги» начинается с воскресения. «Он воскреснет, он воскреснет, не переживайте, но прежде он должен умереть». Третий стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он извязлен был за грехи наши». Семя, семя. Единичное семя было наказуемо за корпоративное семя. Он был наказуем за наши беззакония. Видите ли в этом третью главу книги «Бытие»? Семя жены. Семя змея. Семя змея ужалит семя жены. Но семя жены поразит его в голову. Здесь используется то же слово. «Но он извязлен был за грехи наши. Мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас». Поэтому первые тридцать девять глав говорят о жертвоприношениях, которые эти люди приносили богам и богиням. Сексуальная аморальность. Недостаток цедака. Они не заботились о вдовах и сиротах. В их среде были бедняки. И Исаия говорит, «Не поступайте так! Не поступайте так!» Затем он подходит ко второй части, где он говорит, «Господь возложил на него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст твоих. Заметьте, что здесь используется прошедшее время. Разве это в прошлом времени? Или в будущем? Какое это время? Если Ишуа придет в будущем, то почему здесь используется прошлое время? Вы должны понять грамматику иврита, в которой нет прошлого, настоящего и будущего времени. В грамматике иврита есть завершенная и незавершенное действие. Очень важно это понять. Вот что здесь происходит. Это не действие в прошлом, не действие во времена Исаии, это не действие в будущем, это завершенное действие. Потому что со дня сотворения мира это семя уже было принесено в жертву. Это уже было в планах Бога. В разуме Бога это произошло еще в начале, до сотворения Вселенной. И это очень важно это понять. Приход Ишуа 800 лет после этого не было, так сказать, запоздалой мыслью. Если бы это было поздней идеей, то Бог не был бы Богом. Бог знает все. Прошлое, настоящее и будущее. Мы думаем, что Бог не знает. Но Бог знает. Поэтому это завершенное действие. И так пророки это передали. Следующая часть, 56 по 66 главы Исаии. Приходит Мессия. Он умер. Это не будущее, но это произошло в разуме Бога давным-давно. В Божьем разуме есть еще одна вещь. Это воскресение. Как Мессия воскрес из мертвых, так же в будущем будет воскресение. Это воскресение в соответствии с Исаией. Касается всех людей, которые следуют за Мессией. Но не только последователи Мессии. Так же будет воскресение в животном царстве. Царстве чистых животных. Воскресение царства растений. Как в Эдемском саду. Так же, как в первой главе книги Бухия. Вот каким образом завершается книга Исаии. Позвольте мне дать вам задание. Часто читая современные комментарии, многие из которых пришли из Германии, современные немецкие комментаторы, они скажут что-то наподобие этого. Эти три раздела не относятся к одному и тому же Исаии. Поэтому они говорят, может быть, это Исаия. Может, да, может, нет. Но давайте предположим, что это был Исаия. И если это был Исаия, то он написал главы с первой по тридцать девятую. И если это был Исаия, то он написал главы с первой по тридцать девятую. Но если вы читаете главы с сороковой по пятьдесят пятую, то похоже на то, что это абсолютно другой человек. Это не может быть Исаия. Даже если вы скажете, что это Исаия, все равно этого не может быть. Затем они читают Исаия с пятьдесят шестой по шестьдесят шестой главы. И говорят, это абсолютно другой человек. И может быть много-много-много других людей. Поэтому книга Исаии написана многими-многими-многими людьми. Проблема в том, что они не понимают Исаию. И они не понимают Бога. Я как личность не думаю одной категории. Как человеческое создание. Я мыслю широкими категориями, не так ли? Если я могу, то почему же Исаия чем-то должен отличаться? Просто как человеческое существо. Бог вдохновлял своих пророков. Поэтому это превосходит Исаию. Вдохновение — это комплексное вдохновение. Поэтому не надо читать комментарии немцев. Они хотят умолить Слово Бога. Один еврейский философ написал одну очень интересную книгу. Которое называется «Путешествие в Сан-Кристобал». Как вы думаете, кто такой АГ? Как вы думаете, кто это такой? Адольф Гитлер. Вот сюжет этой фикции. Которую написал один еврейский философ. Он говорит, что еврейское секретное общество МОСАД попало в амазонские джунгли. Потому что они знали, что Адольф Гитлер прячется там. Не забывайте, что это фикция. Этого не было в действительности. Они приезжают туда и находят Адольфа Гитлера, которому к тому времени уже исполнилось 90 лет. Поэтому, когда эти люди секретного сообщества видят его, то они начинают дрожать. Вот этот мужчина, который убил их дедушку, тетю, дядей. Они дрожат и спрашивают его, «Почему ты сделал это? Почему ты сделал это?» И он просто безучастно смотрит на них. Они привозят его на автобусе. И привозят его на автобусе. В Белу Оризонте. Нет, это не Белу Оризонте. Это был один из больших городов. Когда они приближаются к этому большому городу, цивилизация за пределами Амазонки, внезапно он начинает говорить следующее. «Знаете, почему я убил те шесть миллионов?» «Потому что я ненавидел Бога Торы». «Я ненавидел правила и постановления, которые передъявляла Тора». «Я хотел избавиться от Бога Торы». «И от Торы». «У меня нет точной цитаты». Имя этого ученого — Джордж Тайнар. Я пощеряю вас приобрести эту книгу, если она переведена на португальский язык. Очень важная книга. Вот на чем пытается сконцентрироваться Джордж Тайнар. Джордж Тайнар не говорит об Адольфе Гитлере. Вы ухватили суть? Потому что это фикция. Он не говорит об Адольфе Гитлере. Он говорит о временах Исаии. «Они убивали Бога Библии». «Они убивали семя». «Они не хотели цедака Библии Торы». «Они не хотели добрых дел Торы». «Они не хотели митсуот Торы». Это красивая новелла. Потому что он говорит, что люди не могли делать во времена Исаии, что Гитлер не смог сделать посредством убийства 6 миллионов человек, то мы в нашем обществе очень успешны в этом. Видите, в чем суть? Он пытается указать на это. Гитлер хотел это сделать. Лжепророки во времена Исаии хотели это сделать. Они этого не сделали. Но мы в нашем обществе постмодерна смогли это сделать. Это очень печально. Вот почему мы должны читать пророков. Потому что такая же ситуация была во времена пророков. Исаии, Еремия, Езекииля. Были всевозможные ритуалы, которые делали люди. Они советовались с духами умерших. Они консультировались у жидкости, чтобы услышать голос духов. И Еремия говорит, нет, нет, не делайте этого. Но все же они делали это. Осия говорит, не делайте этого. Но они не слушались. И как в результате они умерли. Слава Богу, что у него был план. Со дня сотворения. Поэтому это всего лишь небольшая часть истории Исаии. На этом мы завершим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...